Актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества обсудят сегодня в Минске премьер-министры Белоруссии и Латвии. По итогам переговоров Андрея Кобякова и Мариса Кучинскиса ожидается подписание ряда межправительственных соглашений, а также меморандума о взаимопонимании по основным направлениям экономического сотрудничества в среднесрочной перспективе. Кроме того, ожидается подписание соглашения между Минприродой Белоруссии и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития Латвии о взаимодействии до 2022 года. Соглашение сотрудничества с Министерством образования и науки Латвии планирует подписать Минспорта и Госкомитет по науке и технологиям Белоруссии. Паспорта туристов выпустили в Гродно. Документ скорее неофициальный, но полезный. На 30 страницах собрана актуальная информация о гостиницах, агроусадьбах, апартаментах и хостелах, а также о достопримечательностях. Паспорта разработаны на трех языках – русском, английском и польском. Предполагается, что их будут вручать иностранным гостям в ходе промо-акций и рекламных кампаний за рубежом, а также выдавать на границе туристам. Считанные дни до старта нашей женской теннисной команды в мировой группе Кубка Федерации. В этом году белорусские начнут свой турнирный путь поединком с Германией. Буквально накануне соперницы определились с четвертым игроком. Вакантное место заняла 149-я ракетка мира Антония Лотнер. Сильнейшие спортсменки Ангелика Кербер и Юлия Георгес в Минск не приедут. Капитан нашей команды Эдуард Дубров на матч выставил Александру Сосновичу, Арину Соболенко, Веру Лобко и Лидию Морозову.